Семь детских площадок по губернаторской программе, пять общественных территорий, одна пляжная с возможностью отдыха у воды. Парки и скверы отдыха были благоустроены в 2022 году. Все построенные детские площадки оснащены освещением, видеонаблюдением, безопасным резиновым покрытием, лавочками и ограждениями. Все в соответствии с требованиями безопасности. А вот в микрорайоне Супонева площадка была собрана некачественно. Там заборчик на игровых элементах, где кораблик и другие рисунки. Его так собрали, что все не попадает в пазлы, безусловно. Можно и на такой площадке играть, наверное, не критично, как могло показаться. Но все же эту площадку кто-то принимал. От приемки по данной площадке не подписан эта площадка, которая у нас делается. Еще она в работе пока и делается за счет средств нашего округа. Это не губернаторская площадка. Общественный контроль нам присылает, но и мы это тоже видим. На сегодняшний день это уже переделано. В этом году закончен первый этап благоустройства живописной бухты. Пешеходные дорожки, настил, амфитеатры и декоративное освещение. Второй этап планируется в следующем году. И уже не на территории Одинцовского округа. Он будет передан Красногорску. Полностью благоустроили скверы в Кубинке и Больших Веземах. Центральная улица Звенигорода, а еще Малиновый овраг. Открытие которого планируется на начало декабря. Завершены работы и в парке Малевича. Здесь организовали искусственные водоемы с плавающим фонтаном, дорожно-тропиночную сеть, видеонаблюдение, павильон входной группы и навесы для отдыха. Есть программа «Связь трех парков веломаршрутами». В этом году двухлетняя программа запущена. В этом году первый этап мы завершаем. Это порядка двух с половиной километров дорожно-тропиночной сети. В парке Лазутенко будет введена в эксплуатацию. И небольшой участок, порядка 500 метров, будет в дирекции парка введена в эксплуатацию. Основные работы будут проведены в следующем году. Проект соединит Мещерский парк, Лазутенко и Малевича. Все, что не доделано на детских игровых комплексах, в парках, в скверах, все нужно доделать в обязательном порядке до снега. Глава муниципалитета распорядился завершить все работы и успеть их принять до 15-20 ноября.